Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Империзла, и сейчас у меня для вас дайджест новостей. Первая новость, самая главная, даже не только, собственно, для меня, но, пожалуй, для всего мирового футбола. Келян Мбаппе почти официально уже переходит в мадридский Реал. Даже не почти, можно сказать, официально, он уже заключил контракт. Там подписной бонус 50 миллионов евро, при этом переходит он как свободный агент. Я представляю, 50 миллионов, это дороже, чем все трансферные покупки РПЛ. Маркома за 40 брали, это не подписной бонус, а полностью контракт, сумма трансфера в России. То есть настолько уровень доходов, уровень затрат там разнесся с РПЛ. Ну, это очень хорошее новость для Реала. Реал теперь намного усилится. В ртом усилится с свободным агентом. Мбаппе, как по мне, это лучший левый вингер вообще в мировом футболе. Тем более ему 25 лет, самый сок для футболиста раскрылся и показать себя в полной мере. Надеюсь, Мбаппе в Реале будет самым лучшим вообще из всех, что он когда-либо сыграет. Принесет в Реалу Лигу Чемпиона, возможно, даже не одну. Титул Ла Лиги, конечно, принесет. Барселоне забьет. Один раз, два раза, может, больше забьет. Посмотрим. Но в любом случае, новость для болельщиков Реала великолепная. Вторая новость из серии «Фантастики», но она реально произошла. Я познакомился с адекватным болельщиком Спартака. Притом с таким болельщиком, которому параллельно нравится Краснодар. И который надеется, что Краснодар будет чемпионом, но при этом признает, что, скорее всего, выиграет «Зенит». И у меня по отношению к нему, в отличие от сектантов некоторых, нет вообще никакой антипатии. Я даже больше скажу. Это уже второй болельщик Спартака, с которым я нормально общаюсь. Первый – это мой одногруппник универя. Но в этом конкретном случае он еще немного за Краснодар притапливает. Но это не Гвор. Это человек, которому всегда, так или иначе, как-то параллельно со Спартаком нравился Краснодар. И в этом смысле мне абсолютно понятно его стремление подтопить через Забыков. Ну, примерно так же, как мне параллельно с «Зенитом» нравится «Крыльцает». Так что, в общем и целом, не все так плохо. В нашем королевстве, я могу сказать, есть те, с кем можно нормально общаться, есть те, на кого должны равняться остальным. Есть те, с кем можно обходиться без оскорблений, без ярлыков. А то говорят на меня, что я не умею ни с кем нормально общаться, я типа всех оскорбляю. Нет. Если человек адекватный, я к нему соси душой. При этом он может валить за соперников «Зенита». Но не за всех против «Зенита», а за тех, кого любят. Вот в этом смысле я понять могу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!